Где в Гомеле появятся новые гипермаркеты? Белорусское правительство заявило о рекордах в заработной плате. А еще власти придумали, как решить проблему с ценами на огурцы. 17 мая на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Где в Гомеле появятся новые гипермаркеты? А их планируют построить аж два только в советском районе. Об этом пишет Белка. Первый появится по Барыкино 143А. Его общая площадь составит более 9000 квадратов, а торговая почти 5000. Предполагается, что в ассортимент гипермаркета войдут товары хозяйственно-бытового назначения, товары для интерьера и экстерьера, декора, сада-огорода, косметика и бытовая химия. Срок окончания строительства 2024. Возле Мандарина уже в этом году собираются начать возводить паркинг. Стройка начнется после проведения тендера на выбор проектной организации. Еще один гипер вырастет в районе Шведской горки. Общая проектируемая площадь торгового комплекса 6000 квадратов. Там разместится крупный продуктовый оператор. Открытие объекта намечено на 2025. А в Гомеле стали отключать горячую воду. Уже есть подробный список с адресами. В филиале Гомельские тепловые сети предприятия Гомель Энерго сообщили, что сегодня должны были начаться гидравлические испытания северного района тепловых сетей. Это часть железнодорожного и часть центрального района, после которого начнется ремонт. Просим соблюдать осторожность в период проведения испытаний в местах прокладки тепловых сетей, говорится в сообщении. На предприятии предупредили, что о повреждениях трубопроводов или отопительных систем необходимо сообщать по телефонам, которые вы видите сейчас на экранах. Ну че, готовим тазики? Вынесли приговор водителю BMW, который в декабре прошлого года сбил на тротуаре трех человек в Гомеле. По информации ГАИ за рулем, был 20-летний водитель со стажем чуть более двух лет, пишет надлайнер. Тогда автомобилист не справился с управлением, из-за чего выехал за предел проезжей части. Пострадали 61-летняя женщина, 56-летний и 59-летний мужчины, которые были доставлены в больницу. Тогда возбудили уголовное дело, а водителя задержали. Сообщалось, что он несудим, но неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Через неделю после ДТП его заключили под стражу. Как уточнили в прокуратуре, обвиняемый 13 раз нарушал правила дорожного движения. Гособвинение заявило, в случае ДТП с тремя пешеходами водитель ехал быстрее положенного и имел неисправности ходовой части. Молодой человек полностью признал свое вину. Приговор — лишение свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении с лишением прав на 5 лет. Также ему предстоит выплатить потерпевшим моральный вред — 35 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован. Белорусское правительство заявило о рекордах заработной плате. Так, средняя зарплата в январе-марте достигла, внимание, 1731 рубль. А это лучший показатель за последние 10 лет. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил белорусский премьер Роман Головченко. Вышли на реальный положительный рост реальных доходов населения. Их уровень за январь-март превысил 100%. Реальная зарплата выросла на 2%, заявил Головченко. Премьер-министр добавил, что о выполнении социальных обязательств перед населением говорит и тот факт, что в стране планово повышают пенсии. В мае с учетом последнего повышения средняя пенсия достигла 705 рублей. Это на 21% выше показателя мая 2022. По словам Головченко, такая динамика говорит, что в Беларуси сохранена управляемая ситуация на рынке труда. Глава МИД рассказал, из-за чего ввели мониторинг на границе с Россией. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник заявил, что никакого контроля на белорусской границы нет, а все мероприятия связаны с предстоящим вступлением в силу межправительственного соглашения о единой визовой политике. Это не совсем контроль, это скорее мониторинг ситуации на границе, пояснил министр. По его словам, ситуация на границе спокойная, а работа ведется в тесном взаимодействии с погранведомств двух стран. Напомним, 5 мая ГПК вел мониторинг обстановки на границе на шести основных путях автомобильного сообщения с Россией. В комитете подчеркнули, что будут проверять транспортные средства и лиц, пересекающих границу. По Беларуси начнут строить энергоэффективные теплицы. Говорят, это позволит снизить цены на огурцы и помидоры в межсезонье. Соответствующее распоряжение опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ меняет госпрограмму «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы. Теперь на теплицы со светокультурой планируется направить 52 миллиона рублей, а на обычные 45 миллионов. Кредиты на модернизацию и строительство предоставят белорусские банки. Кроме того, ближайшие годы выведут из эксплуатации нерентабельные и энергозатратные теплицы. Напомним, в начале марта министр антимонопольного регулирования сообщал, что в Беларуси в межсезонный период не хватает овощей от 2 до 3 тысяч тонн в месяц. Но это можно исправить, построив теплицы и пересмотрев технологию производства. Ну посмотрим. В Бобруйске пара сняла квартиру на сутки и погибла в ней. Жуткая история произошла 8 мая в одной из многоэтажек Бобруйска, где 25-летний мужчина и 55-летняя женщина сняли квартиру на сутки. Для поддержания температуры воздуха в помещении они оставили включенными на ночь три конфорки газовой плиты, закрыв все окна и двери. Позже их трупы обнаружил знакомый арендодателя, который зашел проверить, все ли в порядке с постояльцами. На кухне работала газовая плита. Выключив конфорки, мужчина позвонил в милицию. Вероятной причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщают в Следственном комитете. Три месяца под завалами. В Сирии найден выживший в землетрясении. Изможденным, но живым его обнаружили сотрудники экстренных служб. О чудесном спасении мужчины сообщают местные СМИ. В настоящее время за молодым человеком ухаживают медики. Его ждет длительная реабилитация. Напомним, в начале февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла по шкале Рихтера, которое повлекло за собой масштабное разрушение и десятки тысяч жертв. Число погибших превысило 50 тысяч человек. Досталось и Сирии. В ООН оценили экономический ущерб в 100 миллиардов долларов. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok